Бежит мышонок по лесу, ведь вдруг лиса бежит, а у лисы, как водится, хороший аппетит. Пойдем со мной маленький, на луковне пойдем, мы сможем там отлично позавтракать вдвоем. Простите, тетушка лиса, мышонок и пища, я завтрак разгрухала, я твердо обещал. Что ты там еще за гуфа, мышонок, ты о ком? О, это очень крупный зверь, я с ним давно знаком, есть у него клыки и когти тоже есть, и преогромнейшая пасть, а в ней зубов не счесть. И где ты воскритяйтесь? Да вон у той горушки, он кстати очень любит лис с приправой из петрушки. Не плавала, говоришь? Ну, не плавала домой, васями сонок. И лиса нырнула в лес густой. Ха, глупая лиса, не знает ничего, нет никакого группала, я выдумал его. Гулял мышонок по лесу, и вдруг сова летит, а у совы, как водится, отменный отпетит. Летим со мной легонький, летим со мной в тепло, там стол обеденный накрыт, там сухое тепло. Простите, бабушка сова, мышонок и пища. Я пообедать с Груффало сегодня обещал. Какой еще Груффало, мышонок, тракон? О, это очень крупный зверь, я с ним давно знаком. Ножище, как совы, на них, как птича, вряд, и бородавка на носу, а в бородавке яд. А где вы с ним встречаетесь? Вон там, за ученьком. Кстати, очень любит сов тушеных с чесноком. Тушеных, говоришь? Ну, я спешу, дела, тащай мышонок. И сова умчалась, как стрела. Как глупая сова, не знает ничего. Нет никакого Груффало, я выдумал его. Гулял мышонок по лесу, и вдруг змея шуршит. А у змеи, как водится, прекрасный аппетит. Ши со мной, мягенький, пошли ко мне домой. Там можно отлично поужинать с тобой. Простите, госпожа змея. Мышонок и песен. Я с Груффало поужинать сегодня обещал. Что-что? Какой Груффало? Мышонок, ты о ком? О, это очень крупный зверь. Я с ним давно знаком. Глаза огнем горят, язык черней черники. В шипах еловых вся спина и вид ужасно дикий. А где вы с ним встречаетесь? Тут рядом на пруду, он, кстати, очень любит змеи, в сметане и в меду. В сметане, говорю, ш-ш-ш, но мне было в постель. Прощай, Мышонок. И змея своя мишка измела щель. Ха, глупая змея, не знает ничего. Спасибо, выдумка моя, спасибо, Груффа. Ой, как этот страшный зверь сумел сюда попасть. Какие острые кулыки, чудовищная пасть. Ножища, как столбы, на них когтища вряд. И бородавка на носу, а в бородавке яд. Глаза огнем горят, язык черней черники. В шипах еловых вся спина и вид ужасно дикий. Ой, мама, это Груффало, оно меня понюхало. Еда! Воскликнул Груффало. Замал шок в рот. Заположу тебя на хлеб и выйдет пути оборудоват. Меня на хлеб? Да я такой. Мышонок крепищен. Я самый страшный зверь лесной. Я всех тут застращал. А ну пошли со мной. Сейчас увидишь ты, как от меня все звери бросаются в кусты. Ну что ж, ага, иди взгляну по тех и раду. Ты топай, иди, а я тихонько сзади. Вот по лесу они вдвоем шагают не спеша. И вдруг шипение слышится и шорох камыша. Да это же змея! Грушонок закричал. Привет, мы виделись сто лет. Я даже заскучал. Змея сказал. Мамочка, на помощь Кау. Под кучу брови запязла и только хвост мелькнул. Ну как? Спросил мышонок. Что скажешь ты теперь? Да, это удивительно! Промолвил страшный зверь. Вот через лес они опять шагают друг за дружкой. И вдруг-то уколо ветвяк нас с самую опушкой. Да это же сова! Мушонок закричал. Здорово, бабушка, давно тебя и не встречал. Сова сказала. Батюшки, спасите не могу! Забилось в темное бутло и больше не губу. Ну как? Спросил мышонок. Что скажешь ты теперь? Да, это поразительно! Воскликнул страшный зверь. И вот опять они вдвоем идут лесной тропинкой. Что там за рыжая пятно? Микрикнула за осенькой. Эй, тетушка лиса! Мушонок закричал. Ты что же в гости не идешь? Я даже осерчал. Лиса сказала. Это он! Спасите! Нету сил! И мигом юркнула на руку и след ее простыл. Ну вот! Сказал мышонок. Не правда ли теперь? Убедился, что в лесу я самый страшный зверь. Но я проголодался. Эх, что ли говори, всего вкуснее грухала с орешками внутри. С орешками внутри? Да это страшный сон! И зверь пустился на утек, и в чаще соскалился он. Сидит мышонок на пинке, орешками хрустит. Ведь он сегодня нагулял отличный аппетит. О, нет!